Слезы моря, так поэтично называют янтарь, прибыли к нам с берегов Балтики в количестве всего 30 штук и весом не более нескольких граммов каждый. Вот только ценность их заключается не в весе, а в содержимом, инклюзе. Именно так называют застывшие в камне насекомые. Окаменевшая смола сделала их недоступным для времени и ударов стихии. Мумифицирующие свойства янтаря спустя миллионы лет позволяют нам увидеть, как выглядел древний таракан и несуществующий ныне ложный скорпион. А вот настоящие скорпионы, лягушки и ящерицы считаются самыми ценными инклюзами. Из-за своего размера большинство из них могли легко выбраться из смолы. Те же, кто остался в янтарном плену, были либо очень маленькими, либо ослабшими от болезни особями. Всего в мире насчитывается около ста таких экземпляров, стоимость каждого из которых достигает 50 тысяч долларов. Правда, таких дорогостоящих экземпляров на выставке нет. Их ценность заключается в другом. К примеру, одного из представителей членистоногих энтомологи даже не смогли определить. Его потомков на Земле попросту не существует. При Амурье такая коллекция доисторических жуков обосновалась впервые. Если в прошлый раз у нас было огромное количество муравьев представлено, и уже историю, которую мы рассказываем детям, закручивается таким образом, что мы доказываем отделение континентов в определенное время, то сейчас мы видим во всем своем многообразии различных жуков и пауков, которые представлены на этой выставке в большем количестве. Вот только рассмотреть невиданных жуков можно лишь под большим увеличением. Специально для этого зал оборудовали лупами. Посетить выставку можно будет до середины октября, как в одиночку, так и в сопровождении экскурсовода. А до исторических жуках он знает не хуже палеонтолога. Юлия Мишурнова, Александр Матвеев, программа «Город».